Моя Вячеслава, документы у вас есть на решение торговать? Ни у кого их, по-моему, нет. Вы нарушаете статью 6.1, сейчас на вас будет составлен административный протокол. Протоколом продавца уже не удивить. Мария Зверева торгует в киоске возле железнодорожного вокзала уже много лет. Документы на торговлю не оформляет хозяин палатки, а штраф за их отсутствие приходится платить женщине из своего кармана. Да здесь всю жизнь торговали. Здесь же торгуют 25 лет. Лучше я штраф заплачу 1000 рублей раз в месяц, грубо говоря, чем я пойду работать за 6000 рублей. Пока сотрудники районной администрации и полиции составляют протокол на одного продавца, другие скрываются, предварительно прикрыв товар от лишних глаз и рук. Такие рейды районные власти проводят регулярно. Точки, которые торгуют незаконно, периодически появляются. Мы поставляем протоколы на них, объясняем, что их действие незаконно, что в дальнейшем на них будет продолжаться и дальше составляться протоколы, потому что они должны прекратить либо получить законное основание для торговли. Многие торговцы, заплатив несколько раз штраф, понимают, заниматься продажей незаконно – невыгодно. Тогда они либо добиваются разрешения на торговлю в администрации, либо уходят в отведенные для этого места. Районные власти будут выходить в рейды до тех пор, пока полностью не искоренят незаконную торговлю на улицах города. Тогда, говорят сотрудники, и город будет выглядеть лучше, и не превратиться в большой базар. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События.